Говоря об Иране, следует упомянуть, что в последнее время наблюдается потепление в отношениях между Тегераном и Багдадом. В частности, стороны договорились вместе бороться с международным терроризмом, организованный преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Что сулит региону развития Ирано-иракских связей, разбирался мой коллега Самир Кулиев. Здравствуй, Самир, передаю тебе слово. Здравствуйте, Телли. Да, действительно, развитие Ирано-иракских отношений, с одной стороны, это, конечно же, полезно для региона, так как любые договоренности всегда лучше, чем отсутствие таковых, но не все так однозначно. Да, действительно, на этой неделе прошла встреча между премьер-министром Ирака Мухаммедом Шеас Судани и президентом Ирана Эбраимом Раиси. Она состоялась в Тегеране. Кадры этой встречи вы сейчас можете видеть на экране. И, в общем, на этой встрече иранский президент подчеркнул, что визит Мухаммеда Шеас Судани стал поворотным моментом в отношениях между двумя странами и выразил надежду на то, что этот визит станет большим шагом на пути к их улучшению. В свою очередь, Мухаммед Шеас Судани отметил, что цель его визита в Тегеран состоит в том, чтобы обсудить двусторонние экономические, политические вопросы и вопросы в сфере безопасности. В частности, речь идет о борьбе с терроризмом, о борьбе с организованной преступностью и контроле за оборотом наркотиков. То есть за незаконным оборотом наркотиков. Каким-то образом эти две страны пытаются, так скажем, объединить усилия в борьбе с ним, с незаконным оборотом наркотиков. Но тут нужно сразу остановиться. Дело в том, что по данным ООН, по различным отчетам и расследованиям, которые проводят в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, Иран сам является одним из главных поставщиков и транзитеров наркотиков. Очень большое количество наркотиков, именно афганских наркотиков, проходит через территорию Ирана. Далее идет это все в Европу. Но в частности, мы тут можем сказать то, что нам известно. Это то, что Иран в свое время использовал территорию Карабаха во время оккупации Карабаха армянской стороной. Это была такая своего рода серая зона, и это все имеется в отчетах ООН, в картах, которые, так скажем, к этим отчетам прилагаются. И уже многие из вас многократно могли это видеть в наших прежних эфирах. Так вот, сейчас, конечно, в этом плане Иран направил весь свой поток наркотрафика через Армению, вынужден это делать через Армению. А в этой связи как раз-таки одно из причин, почему Иран не желает открытия Зангизурского коридора. Известно, что Зангизурский коридор будет контролироваться, предполагается, что будет контроль сторонний, в частности, со стороны правоохранительных органов России. И, соответственно, подобный контроль может, так скажем, выявить вот этот вот самый наркотрафик. И, соответственно, в Иране этого не хотят. И, помимо этого, нужно сказать, что премьер-министр Ирака, он встретился также с Айаталой Хамине, с духовным лидером Ирана. В общем-то, он заявил следующее, что прогресс Ирака и достижением высокого и достойного положения отвечает интересам Исламской Республики. И мы считаем, что вы, ваше превосходительство, это он обращается к Мухаммеду Шаас Судани, являетесь человеком, способным продвинуть дела и коммуникации Ирака и довести страну к независимому положению, которое заслуживает его история и цивилизация. Тут со стороны может показаться, и, наверное, так оно и есть, действительно, очень большое влияние Ирана в Ираке наблюдается. Дело в том, что со стороны это может выглядеть как то, что лидер Ирана, Исламской Республики и президент этой Исламской Республики, они одобряют, так скажем, богословляют на должность премьер-министра Мухаммеда Шаас Судани. И что примечательно в этой связи, что на момент своего официального визита, это 29 ноября, это вторник на этой неделе, на этот момент правительства в Ираке еще сформировано окончательно не было. Но уже после вот этого визита, видимо, какое-то одобрение, возможно, было получено в Иране, буквально вчера, 3 декабря, вот это правительство, наконец-таки, после очень длительного, более года, 14 месяцев, вот это был правительственный кризис в Ираке, наконец-то правительство удалось окончательно сформировать. И вот, в общем-то, если говорить экономическую составляющую вот этих вот отношений, то, конечно, Ирак для Ирана довольно важная страна. Дело в том, что в условиях санкциях, в которых находится Иран, то, что Ирак закупает товаров на сумму 7-8 миллиардов долларов ежегодно, это данные за последние два года, то есть ежегодно примерно на такую сумму. Осуществляется вот именно импорт иранских товаров в Ирак, и, соответственно, Ирак таким образом становится вторым импортером иранских товаров после Китая. Вот. О том, что... Хочу сказать, что интересы иранов действительно связаны все-таки не с Ираком, например, не с Сирией, как может показаться со стороны. Дело в том, что мы знаем, что Ирак и Сирия для Ирана важны не только с точки зрения безопасности своего государства, так как эти государства не граничат с Ираком, а вот именно с целью контроля над этими государствами, над ресурсами этих государств. Это мы можем прослеживать как в Ираке, так и в Сирии. То есть интерес Ирана, повторюсь, на мой взгляд, он связан... Вот если мы возьмем гражданскую войну в Сирии, то нам известно, что Ирак, в отличие от других государств, которые осуществляют операции на территории Сирии, именно с целью борьбы с терроризмом, именно с целью, так скажем, нормализовать ситуацию в Сирии, Ирак это делает именно с целью далеко идущих планов, то есть у него есть планы на это государство, на Сирию, есть планы по отношению к Ираку, то есть Иран довольно-таки в больших количествах вкладывается в экономику этих стран и, соответственно, рассчитывает, возможно, справедливо, что в этих государствах к власти придут проиранские силы. И вот, видимо, с этим связано то, что очень долго не могло сформироваться правительство в Иране, то есть я напомню, парламентские выборы в Иране состоялись еще в прошлом году, это был октябрь 2021 года, победу на них одержал Муктада Ассадар, получивший 73, значит, мандата в парламенте, но в парламенте Ирака всего 329 мест, поэтому данного количества мандатов ему не хватило для того, чтобы сформировать, так скажем, в дальнейшем правительство, и нужна была какая-то коалиция. И вот весь год Муктада Ассадар пытался, вот на кадрах вы можете увидеть, как его сторонники захватывают парламент Ирака, и Муктада Ассадар пытался прийти к власти, есть мнение, довольно-таки авторитетное, что Муктада Ассадар как раз-таки являлся, так скажем, человеком Ирана, то есть, во-первых, он возглавляет одно из шиитских движений, но есть и мнение о том, что все-таки именно Муктада Ассадар является противником Ирана, но тем не менее нужно констатировать, что взоры иракского политического истеблишмента так или иначе они обращены к Ирану, то есть там учитывают мнение Ирана, дело в том, что в Ираке большинство населения, более 60% проживающих в Ираке людей, это люди, исповедующие ислам шиитского толка, соответственно, и Иран, и Ирак в этом плане объединяет как раз-таки, то есть, несмотря на то, что в Иране преимущественно проживают персы и азербайджанцы, то в Ираке проживают арабы, но объединяет все эти народы, вот именно ислам шиитского толка. И, в общем-то, вмешательство Ирана именно во внутренние дела Ирака в свое время говорил еще более такие мирные годы бывший президент Египта Хосни Мубарак, и в США и в Европе это постоянно на это обращают внимание, и вот сейчас то, что в итоге Иран дал добро, получается, на формирование правительства, то есть он перестал делать какие-то провокации, наносились удары по территории Ирака со стороны Ирана на протяжении всего этого года, этим самым ситуация в стране накалялась, то есть, видимо, пытались все-таки посадить своего человека, не получилось, но, видимо, произошел какой-то консенсус по поводу вот именно фигуры уже нынешнего премьера Мухаммеда Шиа Ас-Судани, он тоже шиит, напомню. И, в общем-то, вот в этом плане еще такой интересный факт, хотел бы обратить внимание, что в Ираке, что самое интересное, президент у них, президентом выбирается, назначается, значит, человек из числа курдской общины, то есть, Телли в Ираке довольно большая курдская община, они имеют свою автономию, и, в общем-то, и нынешний президент, не исключение, он, Абдул-Латиф-Рашид, он как раз-таки курд по национальности, а премьер-министром страны назначается, так скажем, президентом уже человек из числа шиитского большинства страны, то есть, это самая главная должность, потому что должность президента Ирака, это такая репрезентативная должность, которая, в принципе, наличие власти, в принципе, не предполагает большого наличия власти, а вот спикером уже Совета представителей, это местный парламент Ирака, там уже представитель должен быть суннитского меньшинства, и вот в данный момент как раз-таки спикером Совета представителей является Мухаммед Аль-Хальбуси, то есть, очень интересная вот такая конфигурация, при которой все крупные, так скажем, общины, и этнические, и религиозные, они должны быть так или иначе представлены в органах власти. Вот такой вот консенсус есть в иракском государстве, и вот, на мой взгляд, все-таки взоры и интересы Ирана, когда я говорю о том, что Ирак и Сирия все-таки для Ирана это по большей части государства, о которых они просто хотели бы установить свой контроль, и они поэтому вкладывают в эти государства немалые деньги, если взять действительный интерес Ирана, то он обращен прежде всего на Китай, и вот именно поэтому Иран всячески старается налаживать связи с Россией, с Пакистаном, которые имеют определенный значительный опыт сотрудничества с Китаем, и в этом плане можем вспомнить в сентябре в Самарканде прошедший саммит ШОС, где, в принципе, началась процедура принятия Ирана в полноправные члены вот этой организации. Конечно, говоря об Ирано-иракских отношениях, нельзя обойти вниманием Ирано-иракскую войну, или, как ее еще называют, Первая война в Персидском заливе. Она проходила на протяжении 8 лет, с 22 сентября 1980 года до 20 августа 1988 года. Справедливости ради нужно сказать, что война была тогда развязана руководством Ирака во главе с Саддамом Хусейном, который, воспользовавшись слабостью Ирана после революции 1979 года, решил напасть на соседнюю страну, чтобы иметь полный контроль над рекой Шат-эль-Араб, разделявшей два государства на юге в районе провинции Хузистан. И вот эту реку еще так называют как нефтяная река. Дело в том, что именно по ней осуществляется, так скажем, транзит нефти из Персидского залива, и именно контроль над этой рекой дает очень большие преимущества, то есть можно значительно увеличить объемы продаж, в принципе, Ирак на это и рассчитывал. Но все пошло не совсем так, как в Ираке планировали. Планировали буквально за неделю, так скажем, взять контроль над всей этой провинцией, и не удалось. Тут можно сделать параллели со ситуацией, которая сейчас у нас имеет место быть на территории Украины. Дело в том, что не получив контроль нужный в течение недели, Ирак рассчитывал, в принципе, на что был расчет, что на этой границе, на границе на юге между Ираном и Ираком, в Иране проживают именно арабы. И именно расчет был, что местные арабы поддержат иракские вооруженные силы, но этого не произошло. И в итоге война затянулась на целых 8 лет. Ничего хорошего она ни одной из стран не принесла. Дело в том, что и Иран, и Ирак они значительно потеряли в экономике. Огромные миллиарды долларов были просто потрачены на эту войну, а результата никакого ни одна из сторон так и не добилась. То есть, если первый год, в принципе, победу, можно сказать, что одерживала на полях битв, боев, именно одерживал Ирак, то в последующем уже через год ситуация стала в корне меняться. И, в общем-то, вот эта война, она была войной на истощение. И напоследок скажу, что Ирак гораздо ближе к нам, чем многие думают. Если посмотреть на карту, то выяснится, что расстояние между городом Нахчеван и вторым по численности иракским городом Масул по прямой составляет всего лишь 370 километров. Если же измерить расстояние от границы Азербайджанской республики в районе Нахчеванской автономной республики до ближайшей точки на границе Ирана и Ирака, то и вовсе получится 220 километров. То есть нас разделяет только лишь Иран. Поэтому любые процессы, которые происходят в Ираке, равно как и в Иране, должны, мне кажется, всегда находиться в зоне внимания Азербайджана. И вот очередная крупная война в регионе, она, как видится, невыгодна никому, по крайней мере, странам региона. У меня все на этом, Тельди. Спасибо за такой обзор. Спасибо, я напомню, в истории перспективов ирано-иракских межгосударственных связей разобрался мой коллега Самир Кулиев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...